здравствуйте дорогие друзья уважаемые подписчики сегодня мне захотелось сделать бутерброды из отрубного хлеба с салатом из редьки и моркови репчатого лука редька вот такая зеленая сейчас я разрежу я ее почистил разрезал также почистил морковь лук репчатый хлеб пшенично-трубной магазин а то сейчас я этикетку покажу хочу сказать что все это я купил в а то ли сегодня соль не нужна потому что хлеб они пересаливают за все это я заплатил 66 рублей всего-навсего этого детский кеферчик цена снижена там 18 рублей с меня взяли эти по 13 рублей тоже вчерашний хлебушек а вот эту редьку по 40 рублей так она 80 продается но почему-то иногда и продают по 40 морковь т.п. купил репчатый лук тоже в атуле и вот еще такой little майонеза маленький пакетик майонеза скит стоит 10 рублей он он нормально не уцененный я его смешаю с кефир вместо сметаны потому что я на диете вот и сейчас я займусь приготовлением этих бутербродов потру на терке морковь редьку порежу кольцами лук потом я эти кольца разберу разберу и вот так вот пожмякаю чтобы из них выйти к этот сок и чуточку лук стал менее таким едким вот а потом покажу что получилось и все потом смешаю порезал кольцами очень важно в данном процессе разобрать лук я это так называю то есть нужно разобрать чтобы кольца отделить одно от другого и хорошенько их пожмякать чтобы ну вы поняли на воздухе лук стал менее едким чтобы его можно было съесть без вреда для желудка я люблю лук но приходится вот так делать если имеешь дело с сырым луком ошпаривать не хочу варить ничего не хочу люблю сырой лук но облегчаю себе так сказать пищеварение путем вот такому вот жмяканье лука чтобы на воздухе он тратил свою редкость иногда плачу даже когда я вот это делаю потому что лук он реально едкий глаза лезет сок этот короче надо вот так вот его пожмякать как я уже говорил и оставить на какое-то время чтобы он так сказать пришел в кондицию удобоваримую некоторые люди соли его посыпают но я не хочу соли посыпать мне хватает той соли который напичкали от оловцы вот в этот замечательный хлебушек и той соли которая в майонезе есть мне это всего хватает можно было бы сюда еще огурчика так сказать добавить вот салат можно так сказать что еще добавить сырку тертого но это дело любительское я делаю простой такой вариант простецкий из этих продуктов зеленая редька морковь литл майонеза немножко кефира 200 грамм буквально хлебушек и лук вот так все пускай он теперь приходит в кондицию а я натру на терке морковь и и тут зеленую редьку вот проветривается вот потеряли редьку и морковь и лук уже проветрился сейчас я все это смешаю и добавлю кефирчик и литл майонеза литл по-английски значит немного потому что без майонеза я такую гору овощей тертых просто не съем все перемешал сейчас попробую салат из редьки это очень вкусно ну что сказать кладите больше майонеза но мне-то нельзя надо было побольше майонеза взять 28 грамм майонеза на такую порцию конечно мало но это же майонез его надо вообще мало есть а лучше не есть короче вот такие получились бутерброды с редькой морковью луком и майонезом и сейчас я их попробую ну конечно если майонеза побольше добавить это будет обалденно а так просто вкусно и полезно сейчас я их съем я не пойду уже ни на какие танцы буду стрим проводить и кино смотреть люблю зеленую редьку кто не пробовал обязательно попробуйте это продукт особенный особенно в сочетании стертой морковью репчатым луком и майонезом ну нормально диетический продукт тертые овощи так сказать делают это блюдо полезным и думаю что его можно даже и второй половине дня съесть туши овощи то можно есть второй половине дня мне нравится спасибо вам за просмотр подпишитесь на канал Дмитрий из Орла на мой канал поставьте лайк напишите комментарии поделитесь этим видео с друзьями соцсетях можете еще пополнить баланс на 100 телефона 8 920 889 20 на услуги связи звонки смс интернет можете заказать мне какой-нибудь обзор еще редька бывает черная это нам не меньше гораздо нравится понравится мне именно зеленая потертая на мелкой терке с моркови майонезом но и луком тоже до новых встреч будьте здоровы спасибо за просмотр! спасибо за просмотр!